МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Библиотеке Горького открылась выставка, посвященная Александру Солженицыну. Кругом обман, как рязанские дольщики борются с недобросовестным застройщиком. Ну а теперь обо всем более подробно. 8 июня в России отмечают День социального работника. Это молодая профессия для людей всех возрастных категорий. Гуманная профессия, общественно значимая и крайне нужная. И чем дальше, тем больше. Появилась профессия в России в конце прошлого века, когда развалился союз и появилась необходимость больше внимания уделять пожилым и одиноким людям, инвалидам, жить которым становилось все сложнее. Принести им продукты питания, вынести мусор, сходить в поликлинику, оплатить коммунальные услуги, купить лекарства. А да мало ли что может еще понадобиться человеку, попавшему в беду. 8 июня у этих людей, несущих милосердие, помощь и радость, праздник, который разделяют они со своими подопечными. Вместе радуются жизни. Ведь так проще. О нелегких буднях соцработников в материале Натальи Новиковой. День социального работника – праздник тех, кто первыми принимают на себя волны людских проблем. Наша съемочная группа понаблюдала за трудовыми буднями одного такого замечательного человека. Нина Ивановна Косорукова работает социальным работником вот уже три года. Работу свою любит, а в подопечных души не чает. Сейчас она помогает жить и, что самое главное, украшает жизни девяти человек. Бабушки и вот он у меня один дедушка попались мне вообще изумительные, как ни у кого. Вообще отличные. Так что мне вообще никому никаких вот ни нареканий, ничего. Все прям отлично. Григорию Яковлевичу 92 года. Он ветеран Великой Отечественной войны. И, конечно, с повседневными делами самому справляться сложно. Купить продукты и лекарства, прибраться в квартире, оплатить коммунальные услуги, да и просто поговорить и попить чаю, вспомнить прошлое и поудивляться настоящему. Не переставая нахваливать свою помощницу, говорит, что такие люди просто необходимы. Старость не радость. Я, конечно, не могу сейчас полноценно ухаживать за собой. Поэтому то, что социальная служба организовала уход за мной, я ей очень благодарен. Нина Ивановна – это отличный человек. Замечательная женщина. Я ее даже люблю, хотя у нее есть муж. Еще одна подопечная нашего социального работника – Нина Петровна. Ввиду состояния здоровья практически не может выходить из дома. А телевизор и окно – единственная связь с окружающим миром. А помощница не только облегчает жизнь, но и стала для нее подругой. Во-первых, безотказный человек во всех отношениях, какая бы проблема ни возникла, всегда в любом случае поможет и поможет положительно. И вот еще что хочу сказать. Если бы у нас было таких людей побольше на нашем свете, то жизнь была бы совсем иначе. Вот честное слово. Конечно, социальный работник – одна из самых благородных и нужных профессий. Именно эти люди оказывают помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, детям-сиротам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работа требует от них не только глубоких знаний и высокой квалификации, но и особого душевного склада, чуткости, отзывчивости и доброты. И люди, в полной мере обладающие этими качествами, помогая конкретным людям в том числе, и вносят большой вклад в создание благоприятной, стабильной атмосферы в обществе. Я с ними, ну как, приходишь, вот, одна у меня постоянно все газеты читает. Вот приду, она мне говорит, Нина, я тебе сейчас все расскажу. Ты что прочитала? Ну, они ждут, как Бога. Вот, ну, есть вообще, у которых ни родственников, никого. Вот они, придешь, ну, поговори со мной, ну, хоть давай поговорим с тобой. Ну, вот, что, старайся поговорить. Ну, конечно, ты вот посмотришь, тяжело им, конечно. Несомненно, несмотря на кажущуюся легкость и необременительность, работа социальных работников очень тяжелая. И эти люди, как никто другой, психологически подвержены выгоранию. Поэтому уважайте их и цените их труд. Даже вот до этого две девочки, ведь молоденькие, меня ходили обслуживали. Я такая была довольна всегда. Девчонки придут, они такие улыбчивые, добродушные. Вот прям поговоришь, аж душа радуется, вот честное слово. Все правильно. В такой степени все хорошо. В Рязани открылась выставка, посвященная швейцарскому периоду жизни Александра Солженицына. Экспозиция из фондов Дома русского зарубежья и Рязанской областной библиотеки имени Горького открылась в нашем городе в понедельник. Более подробно в следующем сюжете. Рязань в очередной раз посетила вдова Александра Солженицына Наталья. В понедельник она побывала в РГУ и гимназии номер два. А в библиотеке имени Горького открыла выставку, рассказывающую о жизни писателя в Швейцарии. Ждали эту выставку в Рязани долго. Материалы для экспозиции предоставил Московский дом русского зарубежья. На ней представили нигде ранее не опубликованные фотографии, которые сопровождают отрывки из произведений Солженицына. В основном из малоизвестных очерков угодило зернышко промеж двух жерновов. Дополнили экспозицию книги и документы, в разное время переданные супругами учреждению. Вдова писателя подарила еще одну большую коллекцию и отметила, что Рязань идет впереди всех российских городов по увековечению памяти литератора. Говоря о выставке, она назвала швейцарский период почти неизвестным. Вот эта выставка, которая так формально называется «Швейцарский год из Солженицына». Было этих годов всего два с хвостиками, два года и три-четыре месяца. Но этот период почти совсем неизвестен. И я думаю, что интерес, во-первых, потому что период неизвестен, во-вторых, потому что почти все фотографии, 90% фотографий, которые здесь представлены, никогда не опубликовались, они просто впервые представлены на этой выставке. Открытие выставки посетили рязанский министр культуры Виталий Попов и глава города Андрей Кашаев. Рязани повезло, рязанить город двух нобелевских лауреантов. Это Иван Петрович Павлов и Александр Исаевич Солженицын. Это наше счастье. И наше счастье в том, чтобы развивать наш город и нашу область именно в познании наших великих земляков, каким был Александр Исаевич. Также церемонию посетила координатор культурных проектов посольства Швейцарии Мотмобияр. Она привезла открытки с Солженицыным. Рязанцы разобрали их быстро. Выставка будет работать в малом конференц-зале на третьем этаже библиотеки до конца месяца. В Рязанском арбитражном суде сейчас идут разбирательства по делу строительной компании «Вятич». Дело в том, что застройщик возвел дом по адресу Затиной, 28, игнорируя все градостроительные нормативы. Кроме того, сдача постройки задерживается уже на полгода, а владельцы купленных в нем квартир не могут проникнуть на свои квадратные метры. Подробнее о борьбе людей с недобросовестным застройщиком в сюжете Марина Комиссаровой. Многоэтажный дом на Затиной, 28, должны были сдать еще в конце прошлого года. Но празднование новоселья для потенциальных жителей перенеслось на неопределенный срок. Дело в том, что дом десятиэтажный. А согласно плану застройки, строить в этом месте разрешено не выше пяти этажей. Дом должен был сдаться уже в том году, в конце. Тем не менее, этого не происходит, так как нет разрешения. Руководство строительной компании нам говорит, что не получилось у нас. Мы обратились с этим вопросом в суд уже, потому что администрации никакие компромиссные решения по этому поводу не идет. Суд длится уже, получается, с марта месяца. Заседание переносится по тем или иным причинам. Назначают дополнительные слушания, свидетель дополнительный. Тем не менее, вопрос пока не решается. Представители администрации города приезжают к новостройке, оценивают и сообщают жителям, что жить здесь нельзя. Застройщик, в свою очередь, утверждает, жить можно, но только надо чуть-чуть подождать. Так ожидание затянулось уже ни много ни мало на полгода. Жить можно, надо только подождать, но ожидание-то уже затянулось более чем на полгода. Сейчас хотелось бы привлечь общественность к этому вопросу. И возможно, что кто-то вмешается, поможет какими-то советами или еще что-то. Ну, потому что сами видите, да, 10 этажей. Вот соседний дом большой, тоже 10 этажный. Вот аналогичный дом 10 этажей, построен вообще лет 20 назад. И сейчас этот дом находится между этих двух 10 этажей. И совсем не вяжется логически, как эта зона может являться зоной малоэтажной застройки. Согласно генплану, на данной территории разрешена застройка, не превышающая 15 метров в высоту. Однако план датируется далекими 80-ми годами прошлого века. На суде они предоставляют генплан 1986 года. Сейчас есть информация о том, что разработан также генплан от 2006 года, где данная зона уже не является зоной регулированной застройки. Соответственно, дом стоит по закону. Но он не подписан. Когда он будет подписан, ясных ответов администрации также не дает. В общем, ссылаемся пока на генплан, которому уже, грубо говоря, 30 лет. А уже за 30 лет, сами видите, многое поменялось. В дальнейшей беседе выясняется. Застройщик заключил договоры с дольщиками, которые приобрели квартиры с 1 по 5 этаж. Те, чьи квартиры располагаются выше, подписали только предварительные договоры. И вот уже больше двух лет выплачивают деньги. А ситуация до сих пор не прояснилась. Насколько мне известно, и согласно 20-й, в том числе, статье Городостроительного кодекса, то, если объект превышает параметры разрешенные, то такие вопросы решаются путем публичных слушаний. Эти публичные слушания до сих пор еще организованы не были, хотя, в общем-то, комиссия на этих публичных слушаниях должна сделать соответствующие выводы, исходя из общих интересов, скажем так, города, ситуации, охранных зон, и в том числе жителей, и населения, дать рекомендации администрации. Администрация уже должна принимать решение по поводу, скажем так, разрешения данного объекта, либо там отказа. Обращаться за публичными слушателями должен правообладатель этого земельного участка. Вот мы надеемся, что вятич пойдет и по этому пути, который регламентирован Городостроительным кодексом Российской Федерации. Так как мы мало знаем друг друга, и поэтому у нас сейчас небольшая такая группа собралась, хотелось бы, чтобы мы все как бы перерывались в этом вопросе и поняли этот вопрос общественно, скажем так. Поэтому, если все, кому интересно, кому небезразлична судьба этого дома, хотелось бы, чтобы вы тоже пришли на следующее заседание суда, которое стоится у нас, получается, 1 июля в пятом зале, в 16.15. Пожалуйста, приходите, и будем оставить свои права, в том числе, ну, хотя бы присутствовать в суде. Мы будем следить за тем, как развивается ситуация. И в июле, после того, как состоится заседание суда, еще вернемся к этой теме. Эта история будет иметь свое продолжение, и мы обязательно будем и дальше следить за развитием событий. Это все новости на сегодня. Далее смотрите программу подробностей, гостем которой стал Владимир Моторжин, председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ну, а мы увидимся с вами завтра в то же время на том же месте. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин